добрый день с вами сегодня лица коробки моя рыночка мочились вам сегодня друзья мои хочу показать вам фильм мои поплавки на море то есть я любитель поплавочной снасти говорю уже не однократно говорю повторюсь может быть люблю на вид на поплавок не всегда получается по погодным условиям по каким-то другим условиям но он вообще-то на море люблю кредит на поплавочную удочку что имеет виду поплавочная удочка себе для моря дело в том что поплавки которые точно удочку я уже показывал предыдущем фильме а поплавки не свои конечно свойства как на любом водоеме и на протяжении многих лет я проверял какие поплавки более удобно экспериментировал смотрел вот в разных погодных условиях на разных глубинах на забросах с разными местностями леска и всем остальным пришел к выводу что принципе магазине есть своего рода классика поплавков которые можно брать и довольно неплохо ловить на море сейчас я покажу свои шесть поплавков которые беру на море пинали и почему я делаю объясню и почему именно 6 все расскажу и покажу вот на столе лежат мои шесть поплавков это десятиграммовые поплавки вот если вы видите тут написано 10 грамм 10 грамм это поплавки 15-граммовые и это поплавки 18-граммовые значит весной ранней весной на море я ловлю вот такими 10 граммовыми поплавками почему ловлю 10 граммовыми поплавками ну это уже проверено что в принципе ранней весной бычок еще заторможенный он какой-то более нежный вот и не очень активно клюет на море какие какая смазь у меня с поплавком она идет скользящая страсть с этим поплавком против поменяю уже показывал 540 забросы я делаю осуществляю недалеко метров 10-12 максимум от берега на этот поплавок отгрузка поплавка у меня идет значит где-то здесь появляется вот груз а сам крючок он как бы вскользь идет над грунтом по течению поплавка и получается что даже тот поплавок тот бычок который менее активный он как бы хватает этот крючок с нажимкой в отличие от того что когда ты тянешь груз тяжелый тубу проводишь шум создаешь облако песка бычок активной снасти не любит еще весной и поэтому поплавочная снасть она более активная в этом плане можешь провести первый раз бичок может не взять но когда второй раз проводишь он все равно плюет море сегодня чистое у нас чем было раньше на глубинах полтора два метра обычно наблюдаешь такую картину когда стоит бичок не наживая шесток он проходит если не отворачивается то он обязательно берет если первый раз отвернулся второй раз увидел все равно берет потому что его раздражает что перед ним все время проходит наживка вот ли своя воду на эти поплавки конечно если на море погода безветренная там допустим один-два метра волна на море вот на ловлю на них но вот эти поплавки я ловлю на море уже летом в любую погоду метров 10-12 далеко не забрасывая хорошие удобные попучки 18 грамм уже можно его пустить и на дно можно предмет пустить поднятие подверг то есть отгрузку поплавка делаем так же как и весной бывает и пропускаю даже на дно груз и груз тянет за собой крючочек по течению и происходит поклевочка поплавки очень чувствительные и удобные вот и скажу чем мне еще нравятся вот эти поплавки тем что у них есть вот эта антенка на которой можно поставить светлячок обиваешь ворганиловую трубочку не оставляю светлячок и можно ловить на эти поплавки также ночью я выезжал ночью на рыбалку выезжал правда летом ездил с другом у нас в одессе есть одиннадцатая станция большого фонтана там есть такой пирс мы там ловили на лима поздно ночью так с 9 до 12 где-то ловили бычка где-то даже пол двенадцатого пол белочка пришла к новости пол первого и скажу вам честно что поплавки себя оправдали хорошо видно яркие на расстоянии таком как 10 метров удобно поэтому вот эти два поплавочка также записываю эту коллекцию классический поплавков для для моих моего взгляда моего видения что эти поплавки значит подходят для моря вот такого типа вот эти поплавки хочу остановиться на них но это я уже показывал поплавки 15 грамм поплавочек этот больше не подходит когда погода плохая когда штормит либо когда далеко забросить метров 20-30 может быть перебросить камни где-то на песочек или может быть там на бровке чтобы на ракушку попасть вот эти поплавочки чем удобно в любую погоду яркая антенка его очень хорошо видно поплавочек очень такой чувствительный хорошо летит далеко тоже наскользящая грузила тоже делаю ответ так же самое получается груз либо висит вот так вот где-то над сантиметров 10 над рельефом дна и поводочек идет ли положу груз на дно что хочу еще сказать что из этих поплавков конечно можно использовать еще не только поплавки на море не только для заброса на бычка поплавковая рыбалка на бычка я вам скажу где-то даже очень бывает иногда превосходит забросы донной снасти почему потому что бывает такая ситуация когда на прямых наблюдениях я уже видел мера неоднократно не один год когда бывает на доночку не плюет на поплавочек плюет бывает наоборот на доночку плюет на поплавочек не клюет поэтому если вы идете на бычка на донку или просто на спиннику возьмите обязательно собой поплавковую удочку бывают разные ситуации на водоемах бывают разные клеву рыбы рыба бывает может что-то ей не нравится может не нравится тяжелый груз может не нравится шум стук может давление придавило но когда проплывает возле нее машинка на плечочке я уже говорил что она как лягушка комара хватает и все равно цепляется на поплавочек но вот практически на сегодняшний день я хотел показать вам свои поплавки которыми я пользуюсь на море а вот у каждого наверно есть свои видения по этому поводу что он на море ловит на другие поплавки я на это не претендую не было вроде не говорю что это аналог того это чисто моё видение поэтому рад был с вами поделиться до новых встреч с вами был виктор коробкин